Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Виталий Синяльников. Это проект Умный Медик. Сегодня мы разберем подмышечную и плечевую артерии. Видео создано при поддержке сайта meduniver.com Подмышечная артерия, артерия акселярис, является прямым продолжением подключечной артерии. Ее начало находится на уровне первого ребра. Она расположена в глубине подмышечной ямки и окружена стволами плечевого нервного сплетения. У нижнего края сухожилия широчайшей мышцы спины подмышечная артерия переходит в плечевую артерию. В локтевой ямке на уровне шейки лучевой кости плечевая артерия делится на свои конечные ветви – лучевую и локтевую артерии. Обозначим границу между подмышечной артерией и плечевой – пунктирной линией, а также саму артерия акселярис. Верхняя грудная артерия – артерия турацика суперер. Распадается на ветви, кровоснабжает межреберные мышцы, а также отдает тонкие ветви грудным мышцам. Грудноакромиальная артерия – артерия торакоакромиалис. Отходит над верхним краем малой грудной мышцы и распадается на 4 ветви. Первая из них – ключичная. Рамус клавикулярис – питает ключицу и подключичную мышцу. Вторая ветвь – акромиальная. Рамус акромиалис – принимает участие в образовании акромиальной сети, от которой кровоснабжается акромиально-ключичный сустав, а также частично капсула плечевого сустава. Третья ветвь – дельтовидная. Рамус дельтаидаус – кровоснабжает дельтовидную и большую грудную мышцу и соответствующие им участки кожи груди. Четвертая – грудная ветвь. Рамус пекторалис – направляется к большой и малой грудной мышцам. Латеральная грудная артерия – артерия туратика латералис. Она спускается вниз по наружной поверхности передней зубчатой мышцы, в которой и разветвляется. Подлопаточная артерия – артерия субскапулярис. Самая крупная из ветвей подмышечной артерии. Начинается на уровне нижнего края подлопаточной мышцы. Она делится на две части. Первая из них – артерия, огибающая лопатку. Артерия – циркумфлекса скапуля. Проходит через трехстороннее отверстие на заднюю поверхность лопатки к подосной мышце и к другим соседним мышцам, а также к коже лопаточной области. Вторая ветвь – грудно-спиная артерия. Артерия – торакатарзалис. Кровоснабжает переднюю зубчатую и большую круглую мышцы, а также широчайшую мышцу спины. Передняя артерия – огибающая плечевую кость. Артерия – циркумфлекса хумори антериор. Идет латерально под клювовидной плечевой мышцей, а затем под короткой головкой двуглавой мышцы плеча по передней поверхности плечевой кости. Уходит к плечевому суставу и к дельтовидной мышце. Задняя артерия – огибающая плечевую кость. Артерия – циркумфлекса хумори пассериор. Более крупная, чем предыдущая. Вместе с подмышечным нервом проходит через четырехстороннее отверстие к дельтовидной мышце, Анастомизирует с ветвями передней артерии, огибающей плечевую кость. Краснобжает плечевой сустав и рядом расположенные мышцы. Глубокая артерия плеча. Артерия профундобрахии берет начало от плечевой артерии. Верхний третий плеча продолжается в артерия коллатералис латералис. Она же коллатеральная лучевая артерия, которая направляется в переднюю латеральную локтевую борозду, где анастомизирует с лучевой возвратной артерией. Артерия рекуренс радиалис. Артерия коллатералис медиалис, которая отдает ветви к трехглавой мышце плеча, проходит в задней латеральной локтевой борозде и анастомизирует с возвратной межкостной артерией. Артерия интероса рекуренс. Верхняя лактевая коллатеральная артерия. Артерия коллатералис ульнарис супериор. Начинается от плечевой артерии ниже глубокой артерии плеча. Она сопровождает локтевой нерв, ложится в медиальную заднюю локтевую борозду, анастомизирует заднюю ветвью локтевой возвратной артерии. Нижняя локтевая коллатеральная артерия, Arteria colateralis ulnaris inferior, начинается от плечевой артерии, чуть выше медиального надмышленка этой кости. Направляется медиально по передней поверхности плечевой мышцы, анастомизирует с передней ветвью локтевой возвратной артерии, Arteria recurrence ulnaris. Спасибо за внимание, с вами был проект Умный Медик. Будь умным медиком, развивайся вместе с нами.